привет друзья мы кажется вышли в эфир здравствуйте и просьба у меня как всегда если нас не слышно быстренько нам об этом сообщите свое время но и если нам нас не видно конечно тоже а нас не может быть не видно сегодня думаете чем я занималась последние 15 минут последние 15 минут я пыталась соответствовать или очень хорошо получилось я надеюсь только потом она сказала что негде будет отдохнуть глазам нашим зрителям мы в общем о вас беспокоились так что захотите отдохнуть глазами надеюсь у вас есть где-то более спокойный фон и я не знаю знаете ли вы кто у меня сегодня в гостях может быть вы думаете что это крутой современный дизайнер модный таки нет а может быть таки да сейчас мы будем о тебе как раз и рассказывайте спрашивать у тебя и про это тоже поговорить о себе что может быть лучше что может быть лучше сказал нам психолог психотерапевт психиатр врач-психиатр это в первую очередь все таки в самой главной своей ипостасе ну не самой главной но одной из моих любимых ипостасей это я врач психиатр психотерапевт глубинные индивидуальная и групповая психотерапия сейчас в данный период моего праксиса я работаю исключительно как психиатр как психотерапевт скорее очень коротко и тогда уже даю возможность моим коллегам дальше поработать с моими пациентами в другой ипостасе но я уже там кундалини трения чтобы перечислили майн-процессинг и все какое-то совсем сложное и обо всем этом и это уже моя другая ипостасе и все это в программе подписывайтесь смотрите never be alone in berlin потому что в берлине невозможно быть одиноким правда абсолютно невозможно только если очень хотите да и мы делаем все возможное чтобы вы не скучали чтобы вам всегда было кому обратиться ну вот мы с ксюшей знакомы не знаю к счастью наверное все таки больше по тусовкам чем в этом в профессиональной твоей сфере хотя я не знаю к сожалению или к счастью потому что совет бывает очень очень бывает нужен но насколько я знаю ты меня поправь если это не так друзьям и знакомым обычно вы советы не даете да потому что это как советы я конечно даю друзьям и знакомым очень часто как же без советов а уже хорошо имейте ввиду что психотерапии и лечением заниматься действительно с друзьями не этично невозможно и из этого не выходит ничего хорошего вот поэтому тут должна быть дистанция тут должно быть у пациента ощущение того что это останется все всегда между пациентом и терапевтом это всегда так даже если у терапевта есть какие-то дружеские контакты со знакомыми что достаточно сложно в берлине на потому что все друг друга знают на но дистанция психотерапия это главное поэтому друзей лечить практически невозможно практически и вылечить друзей тоже невозможно потому что мы их любим такими только хотела сказать друзей можно только любить да ну вот в этом мы точно согласны и ты знаешь как ни странно мне кажется что ну вот такая светская львица как ты ты ну вообще на всех мероприятиях во всяком случае куда я попадаю и не знать тебя наверное странный наверное все как-то так или иначе чтобы где-то пересекались но может быть тоже не знали кем ты работаешь и кем ты являешься потому что только я заявила о том что ты придешь в гости и поставила вот этот анонс на фейсбук ко мне стали писать в личку звонить и спрашивать к тебе придет такой хороший специалист насколько хорошо ты с ним знакома насколько ты можешь дальше советовать я могу советовать тебя конечно только как очень прикольного стильного человека с которым никогда не бывает скучно потому что слава богу мы знакомы только в дружеском и в тусовочном да и кстати вот сейчас я даже вспомнила хороший вопрос что мы могли бы может быть на тот период когда познакомились и в другом аспекте познакомиться но до меня тогда просто не дошло мы еще были мало знакомы и только-только мы представились кто кто чем занимается я тебе задала вопрос а с подростками вот у меня проблема с подростком там в семье но не проблема проблема проблем и ты сказала я с детьми не работаю да я помню что я тебе дал к достаточно много разных контактов куда тебе в какую сторону смотреть по моему мнению было здорово и я так для себя поняла но с детьми не работают значит все и пошла вот видимо по твоим контактам дальше искать но со взрослыми пострадавшими от подростков я что-то в тот момент не поняла что это самый как бы первый человек я вот мне теперь уже так как мы близких отношениях поздно к тебе обращаться но может быть и опять таки скажешь кто из коллег мог бы посоветовать потому что сейчас в моем окружении тема подростков мы прямо вот очень такая горячая и еще тема который мне бы хотелось чтобы сегодня затронуть это опять-таки тема женщины про тему насколько женщины могут расти над собой даже вот в нашем возрасте потому что опять-таки в кругу женщин моего возраста там и немножечко старше появляются какие-то такие печальные настроения в связи с тем что им кажется что они выходят в тираж становятся старше да насколько ты можешь помочь вот женщинам которые так сказать находятся тоже на переломном этапе своего возраста своей жизни насколько часто к тебе обращаются и помогаешь ли ты женщинам как-то справиться с собой с уверенностью в себе а это как бы тема я думаю что не только женская естественно женская тоже понятно да но это общечеловеческая история я становлюсь старше и что-то приходит что-то уходит это процесс адаптации на то есть джозеф кемпбелл если ты знаешь мифолог да который занимался мифами мировыми мифами он выяснил что в процессе адаптации во всех мифов всех народов всегда есть эти три три этапа записываем кого почитать джозеф кемпбелл джозеф кемпбелл классный дядька и в принципе все наши истории вот то что мы рассказываем миру да то что я рассказываю себе о себе то что я рассказываю другим о себе и то что я рассказываю миру о себе это в принципе наш сценарий да мой нарратив и вопрос насколько меня устраивает этот сценарий на нужно ли его менять то есть если я рассказываю миру я неудачник и все время попадаю в неприятные ситуации окей если меня это устраивает такая потому что я нахожу в этом какой-то драйв кайф мне нравятся эти ситуации каким-то образом обыгрывать и меня все хорошо с этим то мы его оставляем этот сценарий но если мой сценарий я все время попадают ситуации и мне это не нравится я хочу это менять то это уже совсем другая история тогда можно желательно уже обращаться иногда бывает что люди живут какой-то сценарий бессознательная и естественно свой сценарий это бессознательное продуцирование каких-то поведенческих пантернов которые приводят именно такому результату который мы запрограммировали то есть человек может говорить что я не хочу этого я не хочу быть неудачником но я вот такой человек который постоянно падает на себя убеждает каждый раз вот это есть и можно задать себе такие вопросы как насколько мой сценарий жизни меня устраивает вообще в принципе независимо от возраста потому что с людьми не происходит никаких вот радикальных изменений вот в этом паттерне поведения когда кризис среднего возраста когда женщины понимают что с ними тоже вот физиологические изменения происходят зимную жизнь пройдя до середины я очутился то есть нет нет разницы то есть вот эти вот установки вот эти вот потом они либо есть либо нет и на каких-то переломных моментах срочно бросать круги спасательные не нужно круги спасательные ты имеешь ввиду психотерапевтические конечно другие то мы бросаем смотри вот эти вот сценарии то есть они же часто еще в какой-то момент времени то есть это вот этот сценарий со с неудачником это такой он лежит на поверхности и это как бы ему видно и всем видно да есть какие-то другие вещи которые где ты спрашиваешь себя в определенный период жизни а этот путь каким я иду доставляет мне удовольствие или нет и вот то о чем ты говоришь скорее всего пересмотр каких-то вот этих вот моментов насколько то пройдено и что да предстоит да и тут надо задавать вопросы насколько мне в кайф от тех результатов которые я получаю то есть есть очень много людей которые живут по сценарию своих родителей например которые стали мы предположим банковским служителем да то есть я все время хожу на работу я добился что я там начальник отдела и так далее и как только добивается вот кажется вот сейчас я буду начальника отдела и мне будет кайф а человек добился и а результат потому что это было потому что это не его сценарий то есть и это когда очень часто это человек как раз понимает вот за 40 то есть это происходит как женщинами так и с мужчинами у женщин немножко больше идет в сторону поиска себя самореализации и конечно вот этой вот красоты которая до проходящая как у всех проходящие и здесь мы идем к теме бодипозитива моя очень любимая тема и эту тему хотим затронуть боюсь не уложимся в наш час вот я приблизительно тебя поняла что женщины идут значит больше в саморазвитие в поисках методов поддержать красоту почему-то гораздо мужчины без в ребро то есть они ищут такую женщину которую моложе там я не знаю или уже самореализованную и довольную кайфующую от жизни потому что мне часто бывает это такое ну конечно клише но это действительно от кого подзарядиться нужно и я кстати далеко не уверена что мужчины уходят к молодым обязательно вот скажи это правда мне кажется уходят к тем от кого можно заряжаться где энергия молодости естественно энергия тоже то есть но это тоже иногда бывает подзарядка которые слишком много которые они не переносят пожелаем им вот таким которые так туда пошли чтобы это было много и тяжело и они вернулись в итоге если вдруг они сделали ошибку но если нет будьте счастливы вот а мы поговорим еще все таки опять про подростков потому что я знаю что этот вопрос опять-таки я говорю будет сейчас ожидаться от многих слушателей что спасение родителей подростков дело рук самих утопающих или все таки лучше обращаться к врачу потому что на моем конкретном примере я могу сказать да что даже если ну у дочки там свои проблемы а у меня свои проблемы из-за ее проблем да и насколько я понимаю что я не могу сдерживать себя да но это я сейчас опять-таки пытаюсь суммировать то что я слышу да то что от всех родителей идет одно и то же что я пытаюсь по хорошему я пытаюсь по хорошему я же очень люблю я пытаюсь объяснить какие-то прописные истины что нужно для счастья а они не слушают и в итоге у нас получаются срывы после которых я там прибегаю а рутом хлопаю дверью по белка летит в общем все как это подписанному многих из вас тоже и потом лежу в постели ночью и плачу как я так могла это же моя дочь я же и нанесла травму и так далее то есть вот в таких случаях человек может справиться сам ну то есть понятно что наверное там зависит от градации до куда человек ушел там в своем самобичевание или все-таки лучше обратиться к специалисту чтобы дали какие-то не всегда кажется ну вот таблеточку какую-то дали сразу всех проблем какой-то сказали механизм который мы пока не знаем и не прочитали нигде в интернете вот есть вот такая какая-то помощь действительно вот советуешь ли ты когда родители замучились подростками идти к тебе к твоему коллеге или все-таки попытаться сначала как-то справиться самому советую всегда идти идти да советую всегда идти и хотя бы сделать 1 2 3 сеанса чтобы посмотреть где я сейчас нахожусь в мире как это связано со мной эта ситуация потому что я отношусь к тем психиатром и психотерапевтом которые первую очередь пытаются сказать донести до пациентов что ответственность за то что происходит в вашей жизни лежит только на вас это очень часто самый такой болезненный момент потому что мне говорят ну как же это не может быть потому что государство потому что моя жена потому что мои дети и мои родители да но это как в том анекдоте дорогой почему ты все время забываешь а где ты купить купить молока начнем с того что мама меня не любила то есть поэтому то что мы сейчас делаем то что здесь и сейчас происходит нашей жизни это исключительно наша ответственность и то что мы как мы будем справляться с этой ситуации как мы будем приручать свои эмоции насколько я со своим телом умею разговаривать да то есть где у меня страх где у меня гнев где это все накапливается потому что так как говоришь но она где-то накапливается она не происходит просто вот да вдруг это какая-то крышка которая где-то последняя капля эту крышку с взорвать взрывает а потом естественно опрокидывается в чувство вины потому что скорее всего у тебя есть тоже какая-то предыстория к этому всему да ну даже нисколечко не сомневаюсь что наверняка есть но следует ли понимать твои слова так сейчас не только про подростков а вообще про всех людей что если при любых каких-то сомнениях в своем психологическом состоянии настрой лучше сразу обратиться к специалисту не в сомнениях а если у меня ощущение что я с теми методами которыми я занимаюсь тем что я делаю в жизни я дохожу до какой-то точки и дальше я не вижу пути да я упираюсь в какую-то стену одно и то же это происходит один и тот же сценарий один и тот же паттер да то есть тогда я советую действительно пойти и посмотреть где мне может помочь специалист и чтобы вместе со специалистом посмотреть потому что психотерапия это не панацея на то есть пациент мы не не меняем пациентов да то есть он может это сделать только сам то есть до психотерапии просто пациент виде только один путь после психотерапии их достаточно много пойдет ли пациент или человек по другому пути, это уже совсем другая история. То есть он вполне может решить, что этот путь мне знакомый, я чувствую себя там гораздо более уверенной, хотя я там гораздо более несчастен, но это чувство мне знакомо. И пусть оно так и будет. Покапить жизнь может быть тоже каким-то методом проживания и даже удовольствия, но зато знакомая дорога. Для нашего мозга это очень часто. Спасибо, я буду искать специалисты абсолютно точно, потому что вот именно это бодание одних и тех же ворот ежедневно, ну конечно уже все немножечко устали от этого. Спасибо. Теперь мы знаем, что обращаться. Может быть ты дашь потом какие-то позже рекомендации, какие-то списки. Сейчас мы не будем говорить в камеру кому конкретно. Я думаю, что я сейчас не буду делать такую рекламу общую, потому что мне обычно все-таки нужно видеть человека и смотреть, куда его лучше направить. Потому что я уже из своих коллег, с которыми я работаю, я уже приблизительно знаю, где будет, как говорится, химишкинт, где химия будет уже более-менее... Это прекрасно. мы хотели обсудить вот это вот психиатр или психотерапевт, я всегда плаваю в этих понятиях. Да, очень часто, не только ты. Да, да, да. То есть психотерапевт, это, по-моему, с кем поговорить? Да, психотерапевт, это в большинстве своем это психолог, закончивший университет по психологии, потом сделавший еще психотерапевтическое образование в какой-то из методик, разрешенных в Германии. А психиатр – это всегда врач. Это всегда врач, таблеточки и уже какая-то патология. Более серьезные вещи, то есть во время своего фаха «Саусбильдинг» мы тоже делаем психотерапевтические, это тоже у нас как бы есть у каждого психиатра, то есть у меня глубинная, соответственно, психотерапия, но я, как я говорю, я могу, я имею право прописывать таблетки и выписывать больничные, в отличие от психолога и психотерапевти. Это хорошо, этим тоже можно воспользоваться. Но во всяком случае, ты сейчас сказала очень важную для многих вещей. Вот я начала рассказывать, что если ты можешь посоветовать человеку, который пришел к тебе на прием кого-то еще и сказать, что вот, скорее всего, там будет попадание, это здорово, потому что когда я пошла, не знаю, уже, наверное, лет семь назад просто к тому, кто был поближе возле квартиры, мне не хотелось далеко ходить и ездить, и у меня был просто такой шок, и такое это было разочарование, потому что вместо ожидаемой помощи я получила какие-то, какой-то неожиданный набор комплексов, которые у себя раньше не наблюдала, какие-то страхи добавились, да, то, что я раньше просто боялась грозу, а тут мне сказали, раз я боюсь грозу, то я человек, там, склонный к насилию или что-то такое, я стала вот так вот еще ходить и думать. И, то есть, у меня не сложилось тогда, и я даже не стала больше искать, но могу себе представить, что с хорошей подачей, по правильному адресу помощь будет получена. Кстати, вот про это я хотела у тебя тоже спросить. Перед интервью я стала смотреть, какая информация о тебе есть в интернете, и получилась совершенно курьезная ситуация, то есть отзывы, которые пишут о тебе клиенты, они просто 50-50, да, то есть кто-то совершенно доволен и ставят там просто 5 из 5 возможных, кто-то настолько недоволен и пишут каких-то там шквал гадости. Это вот как раз тот самый случай, когда пришли не по адресу, или что произошло? Я думаю, да, что здесь очень часто или химия мне не соответствует, ну, такое может быть, да, и из 1200 пациентов, квартал которых я вижу, да, на данный момент уже, там не так много отзывов. И опять-таки это говорит хорошо о тебе, потому что в наш век, когда каждый пытается как-то повысить свой рейтинг в интернете, я знаю много врачей, это правда, среди своих знакомых, которые сами пишут себе рекомендации, просят знакомых и друзей, и за счет этого получают свои пятерки, то есть ты этим не занимаешься. Нет, я точно этим не занимаюсь, это можно, я думаю, посмотреть по моим отзывам, и я думаю, что это немного тоже связано с тем, что я все-таки действительно пытаюсь даже уже с первого термина отдать пациенту назад ответственность в своей жизни. И это очень часто вызывает очень сильное сопротивление. Но надо сказать, что я встречалась тоже с такими в моей практике очень часто, что люди уходят и приходят через полгода. И говорят, вот вы нам сказали то-то, то-то, и как-то мне это не понравилось, а вот через полгода как-то я подумала, что все-таки где-то здесь есть доля истины, а давайте еще раз об этом поговорим. Я готов сейчас. То есть так тоже бывает. А ты их впускаешь назад? Конечно. Раз человек созрел, то в принципе с ним теперь общаться на удовольствие. Я вообще не злопамятная, и в этом смысле я готова. Я готова к разговору. Ну а скажи тогда вот сразу, если ты говоришь, у тебя столько клиентов, сколько ждать нужно записи к тебе на прием, если вот сейчас кто-то после этой записи, после этого эфира захочет к тебе на запись, сколько приблизительно придется ждать, это первый вопрос. А второй, принимают ли государственные страховки твои услуги? Да, конечно. У меня абсолютно нормальные все государственные, честные, то есть как бы все. Но чтобы попасть к тебе, нужно направление от врача? Не нужно направление от врача, достаточно просто позвонить в фраксис, термины регулярные, обычно 6-7 недель ожидания, то это так. Иногда, ну, бывает 5, бывает 8, да, то есть это в зависимости. То есть сейчас немножко дольше, вот в связи с этой, вся история с короной. Но если сказать девочке, которая у меня на рецепции, это Катюша, что я такой-то, такой-то, и мне нужно очень срочно, и пожалуйста, позвоните мне, если кто-то откажет, да, то она делает список, и как бы те люди, которые хотят быстрее попасть, в общем-то она старается. Ну, в общем, как всегда, окут, это окут, и тогда пытаются найти возможности, чтобы термин получить раньше. Всегда можно, если совсем окут, если действительно что-то случилось, ну, из ряда воно выходящее, это срочно, нужна какая-то помощь, то он всегда можно прийти без термина, ну, 3 часа ожидания, где-то вот так я пытаюсь. Ну, это смотря как будешь рыдать, я так понимаю. По телефону Кати. Да. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, если ты сама русскоговорящая, Катя, я так понимаю, тоже русскоговорящая, а вот эти тысячи человек, которые к тебе приходят, это в основном русские, или это и немцы тоже? 70-30. То есть 30 процентов, 30 процентов русские, где-то и 70 процентов. Потому что я не видела ни одного русскоязычного отзыва, либо это русские, которые тоже пишут на немецком, чтобы это была какая-то единая. Я даже не знаю, давно туда не заглядывала, вот ты сказала, надо туда заглянуть, что там появилось последнее. То есть 30-70, да? Где-то 30-70, да. А вот теперь как раз очень опять интересно, возвращаясь в сегодняшний день, и для всех такая актуальная тема, что произошло во время пандемии? Я знаю, что у многих работающих людей в психиатрии просто произошел невероятный бум с количеством клиентов в это время. Насколько это коснулось тебя? И расскажи, пожалуйста, как это коснулось, что ты можешь наблюдать? Можно без именной фамилии? Нет, мы что будем по именам. Слушайте о вас. Порядка 25 процентов перевозка за последний год у меня. То есть, по-моему, в первом квартале прошлого года у меня было, наверное, 900 человек. В первом квартале этого года это было 1200 человек. То есть, да, приблизительно 25, да, я посчитала. Это Берлин. Да, да, это Берлин, соответственно. И происходит очень много страховых состояний. То есть увеличились страховые состояния. Ну, это, в общем-то, нормально, потому что то количество страха, напряжения, которое висит в воздухе сейчас, это невозможно не ощущать. Людям с любой психикой мы ощущаем это очень сильно на уровне тела, даже этого не замечая. Те, у которых гораздо лучше как бы контакт с телом, те люди могут это какими-то дыхательными практиками, какими-то йогой, пилатесом, любыми какими-то такими телесными практиками, они могут это как-то компенсировать. У тех, у которых с телом более такие отношения, у тех, естественно, идёт страховое состояние, панические атаки. И уже говорят о так называемой локдаун-фатиг или пандемифатиг-синдром, где люди сидят дома и они говорят о том, что доктора, я ещё ничего не понимаю, я не работаю уже сколько, да, то есть меня на этот курс, сальсжоп меня сделали, да, то есть делать абсолютно нечего, а я встаю уже уставшей, я не знаю, что со мной такое, да, то есть уже, в общем-то, в психиатрии, психотерапии об этом начинают говорить, точно так же, как и о психологических или психиатрических посредствиях короны. Но это люди, которые, ну я так понимаю, что и те, и другие появились за это время, те, у которых уже были какие-то там намётки, да, и какие-то проблемы с психикой, они, наверное, обострились. Обострились, да, именно. А новые появились вот из этой серии «Мама, я умру», да, которые вот именно из-за этой ситуации начали беспокоиться о своём здоровье. Потому что шло же нагнетание, и до сих пор идёт нагнетание, оно идёт со всех сторон, нагнетание, да, то есть это когда ты куда-то приходишь, ты, в общем-то, обязательно говоришь об этом, да, то есть с какого-то бога ты всегда выйдешь, это или будет через прививки, или через ПЦР-тест, или ещё через что-нибудь, ты в любом случае... Ну, и через маски, которые... И через маски, да. Хочешь, не хочешь, тебе напомнят везде и покажут. И людей даже в лесу встречаешь, в масках, и для меня уже, кажется, это сразу клиенты, которые... Ну, и для людей, которые в своей собственной машине ездят в маске, это как бы тоже как... Уже показатель. ...показатель того, что ношение маски у человека хоть какое-то ощущение, хоть как-то могу это контролировать, да, то есть, потому что потеря контроля это то, что вот сейчас вот, да, происходит, потому что мы абсолютно не знаем, что будет с нами вот завтра, послезавтра, как это всё будет, но это очень хорошо даёт нам возможность принимать неопределённые жизни как единственную, вообще возможную определённость. Ну, вот я от этого кайфую. Я вот действительно, я не могу сказать, что я боюсь, то есть я вообще, мне кажется, не боюсь, да, как таковой. Мне кажется, что я... Это не может быть. Нет, мне кажется, я здоровая, я этим переболею, и ничего со мной не случится, я вообще насчёт этого не гоню, я боюсь за родителей, которые пожилые, которые в России, и то, что я боюсь, я поняла, когда мне стали сниться страшные сны, как все умирают, какие-то зомби ходят там, и всё очень плохо. То есть так психика... То есть компенсация происходит как-то во сне, хотя вот так вот наяву, я не знаю. То есть у меня проблема наоборот, как в этом анекдоте. Знаешь, мы там вышли из этого комфортного состояния, а как туда-обратно войти, да, или наоборот, если мы сейчас привыкли жить вот в таком, мне кажется, очень в каком-то локо-режиме, когда по утрам не надо вставать, детей провожать, там собирать в школу, когда дети всегда на виду, когда любимый тоже рядышком, да, там если... Контроль, 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 контроль! Ну не контроль, но как-то спокойно. Ну если ты говоришь, это контроль, я об этом подумаю. Да, я думала, это мое спокойствие. Вот, и после вот этого... Мне кажется, у тебя гораздо больше сейчас возможностей их контролировать здесь. Ну я сама разбегаю из дома, то есть они все дома, я знаю, что он хорошо. Я знаю им хорошо, где они есть, я знаю. Можно за ними, может быть, присмотрят, если он дома, а я, да-да, в этом смысле, да. И как вот потом выйти из этой зоны комфорта, да, когда все опять разойдутся. Адаптивность, да, это наша адаптивность. Что касается короны, да, то есть это как раз, это заболевание, которое поражает легкие. Да, и неважно, как ты это, ну, в голове разгоняешь. Я там здоровая 20-летняя женщина. Ты меня напугать сейчас решила? Нет, нет, спасибо. Я хочу сказать о том, в чем, что когда нашему телу говорят, что ты не сможешь дышать, если ты заболеешь, да. Потому что так никто не говорил. Ну, это так и есть. Я не смотрю новости. Да, да. А вот, то, что происходит с телом, происходит, оно все равно в стрессе. Оно входит в этот стресс и сжимается диафрагма. То есть, и все, что должно, ну, вот как бы, я всем советую сейчас дыхательные техники, любые техники, пусть это будет 5-10 минут в день на расслабление диафрагмы, да. То есть, это то, что сжимается у нас во время стресса. А где их можно найти, эти дыхательные техники? Уже любые параноявные дыхательные техники йоги. Если вы знаете такие слова, можете сразу их найти. Скорее всего, вы уже умеете. Если мы уже говорим о женщинах, я советую даотские женские практики. Все даотские женские практики в первую очередь про расслабление диафрагмы. Про диафрагму, а я думала про другое. Нет. В первую очередь про расслабление диафрагмы. Про все подходят даотские практики для женщин, Но они не для мужчин А для мужчин что? Или это для женщин тоже? Нет, даосские и женские практики Именно для женщин У них другая диафрагма У них другая физиологическая Да, физиологическая Другая физиология Мы про это поговорим еще отдельно Про чем отличается Про даосские и женские Чем отличаются мужчины и женщины Это такая обширная тема Что сегодня это муж точно Если как они сходят с ума По-разному во время короны Это интересно А вот кстати, есть разница как женщины И как мужчины? Больше стало мужчин или больше женщин Кто обращаются во время короны? Одинаково А больше русскоязычных Или больше немецкой клиентуры? Тоже я бы сказала, что одинаково То есть и тех и других Потому что это такие Достаточно классические страховые состояния Которые зависят не от того мужчины А от того женщины А в какой ситуации ты оказался И насколько ты адаптивен в этой ситуации Насколько ты можешь справляться В своем сценарии Да То есть мне казалось, что у женщин Более какая-то гибкая Не знаю, психика Не всегда Женщины более склонны к эзотерике, к мистицизму, к религии И это дает им большое преимущество И там они могут иногда найти какие-то способы И там они могут найти способы То есть у мужчины очень часто это считают каким-то Ну ой, то есть мне даже стыдно об этом говорить Чего это я тут пойду в какие-то... Ну они над нами всегда смеются Они над нами всегда смеются Да, занять свою эзотерикой Хотя сейчас все эти транс-тенденции Психология вот эта, которая идет через расширение своего я На более высшие уровни Они, то есть это уже, я думаю, в семнадцатом или в шестнадцатом году Гриффинс из Хопкингса университета, из Балтиморского Это было на конгрессе, на апдейте психиатрическом Наверное, три или четыре года назад Студия была, где было изучение псилоцибина Для пациентов с экзистенциальной тревожностью То есть это с терминальными страховыми состояниями С страховыми состояниями при терминальных стадиях раковых заболеваний Когда у человека уже сказали диагноз окончательный И когда ему остается там кому месяц, кому там сколько-то И, естественно, это уже какие-то вызывает другие процессы в организме В психике особенно И вот применение псилоцибина показали прекрасные, реально шикарные результаты И в этой студии прямо идет мистик экспириенс То есть как такой научный термин, как мистик экспириенс Мистик экспириенс, ну это же, наверное, можно провести параллель с религией То есть истинно верующие люди Это для меня, извините, тоже мистик экспириенс И тоже вера во что-то, что может быть Именно так И для этого мистик экспириенс Был такой психиатр и психотерапевт Уильям Дженс, если я не ошибаюсь На рубеже веков То есть не этих веков, не 20-го, 21-го А еще тех, 19-го, 20-го Он провел очень обширное исследование Где он опрашивал у людей, которые Вот этот мистик экспириенс, вот этот мистический опыт Который утверждали, что он и был Это были любого возрастов, любых полов И любых религий или вообще без религий И он сделал систематизацию То есть все эти люди, которые утверждали Вот этот вот мистик экспириенс Практиковали Или не практиковали Или его этот опыт мистический У них у всех было вот 5 абсолютно одинаковых признаков Это ощущение очень сильной эмпатии Ко всему остальному, ко всему миру Это ощущение любви, которая исходит От всего остального мира к себе Это размытые границы себя Но при этом ты остаешься в реальности И это, по-моему, ощущение какой-то особой красоты То есть там было 5 или 6, в общем-то, основных Мистик экспириенс – это не буддизм? Не обязательно Это любая религия, как ты говоришь То есть это абсолютно любая религия Или вообще любое состояние И именно этот мистик экспириенс С этими вот пунктами как раз у Гриффинса Именно вот этот вот они взяли Эти пункты То есть это состояние у них было с псилоцибином И после этого состояния действительно у людей Совсем было другое ощущение с тем, что они скоро умрут И потом никто же не может утверждать, что это действительно неправда Что никто не знает, так оно или не так Поэтому почему бы и не практиковать, и не заниматься тем, что действительно и приятно, и интересно, и помогает Конечно, и это состояние можно достичь не только псилоцибином Это можно медитацией, это можно религиозными практиками Это любыми трансовыми состояниями То есть совет от психотерапевта Надо во что-то верить хорошее Как минимум Неважно, можно это потрогать или в это можно себе представить Но пока мы во что-то верим Мы в более или менее безопасности находимся В любом случае наша духовная часть, ментальная и духовная Она играет очень важную роль для всего, для нашего иммунитета Для всех наших процессов в организме То есть это же не секрет, что человек с хорошим настроением гораздо быстрее выздоравливает Но, честное слово, так и есть, много раз проверено Много раз проверено Да-да, люди, любящие хандру, обычно в этой стадии как-то и зависают К сожалению, да Но опять-таки, может быть, им это нравится Мы же так и не поняли, что является нормой для человека Если ему так комфортно, то он так это и проживает Это выбор Да, и вот отсюда, давай, пожалуйста, расскажи про ментальный процессинг Майн-процессинг Что это такое? Это моя другая ипостась Как я это называю? Это не с мистикой связано? Туда, может быть, можно тоже записаться и друзьям тоже или нет? Вот сразу начнем с этого Майн-процессинг – это институт новой психологии Который существует абсолютно нормально Там нет ничего мистического или метафизического Хотя он как раз… То есть в этот метод входит как раз очень много интегративных техник То есть это, в принципе, работа с ограничивающими убеждениями И их трансформация Для чего? Для того, чтобы счастливее жить на этом Например, расскажи Ну, вот смотри, например, у меня проблема Ну, или у кого-то проблема там, да То есть я все время не зарабатываю денег, да Или как бы вот все время мало денег Все время что-то случается, да Какие-то эти И ты смотришь, какие ограничивающие убеждения могут быть Я привела пример денег, потому что это самая такая, ну, достаточно распространенная история То есть у нас очень много ограничивающих убеждений Которые могут еще от наших пап и мам, да, быть Или от наших гораздо более дальних родственников То есть здесь есть смысл смотреть, как относилась моя мама к деньгам Как относился папа к деньгам, да То есть очень многие… А как человек, даже если это проработает, начнет зарабатывать больше Если он, ну, просто сидит на зарплате И даже если пойдет… Открываются новые возможности Наберется смелости и поговорит с шефом Ему сделают надбавку, но дальше все Или вот вы как раз и боретесь с тем, что дальше все не бывает Дальше все не бывает, да Открываются всегда какие-то новые возможности Если человек их для себя открывает, да Если этот канал закрыт, да, то он всегда будет закрыт, да То есть если у тебя там папа говорил, что деньги, большие деньги зарабатывают только бандиты, да Окей Если у тебя в семье говорили, что большие деньги делают людей плохими, злыми, жадными и так далее То есть это уже определенный сценарий, который ты будешь проигрывать своей жизни, да Или там… А если деньги делают у людей счастливыми, говорили человеку всегда, а он их еще не заработал и чувствует себя несчастливым из-за этого, так тоже бывает? Так тоже бывает, тут нужно смотреть, какие ограничения есть, да То есть это, в общем-то, метод, который… Ну это ты занимаешься именно как психотерапевт, это не групповые или… Это не групповые, это я занимаюсь… Это скорее отдельные сессии, которые, соответственно, я уже делаю приватно Это не оплачивается больничная страховка, это уже как бы моя другая паста А можно сразу тогда сказать, если ты вообще хочешь об этом сказать Сколько обычно сеансов нужно, чтобы снять вот какие-то мешающие жизни установки Потому что я знаю, ну достаточно людей, которые именно с такими какими-то ходят своими мыслями Я не будучи специалистом понимаю, что я не могу им помочь, но понимаю, что помочь им можно, да То есть очень часто в кругу женщин, с которыми я общаюсь, очень часто успешные, красивые, там, стройные Они говорят, что несчастны, потому что там у них нет спутника жизни, да Ну и мне как бы не понять, я говорю, ну кайфуйте, пускай у вас их будет 10 Вы же можете делать все, что угодно со своей жизнью И еще тоже есть определенно ограничивающие убеждения, да Что со мной произойдет, если… Вот я понимаю, что там должен специалист сказать, помочь, поговорить И это не я, то есть все, что я скажу, я, может быть, еще хуже сделаю ситуацию И мне кажется, вот это случай, когда вот такая вот light версия, это не лечение, да Это mind processing, когда ты… Это mind processing, это когда ты смотришь на ограничивающие убеждения Или какие-то неэффективные установки, которые есть И их смотришь, как их можно трансформировать, убрать и заменить на, да То есть, например, да, если там у тебя установка, что если я заработаю много денег, Меня обязательно арестуют, да То есть, заменить на установку я могу зарабатывать много денег, и это для меня безопасно Это безопасно для меня, для моей семьи, для своего здоровья, для моего благополучия, да Это безопасно много денег, потому что у очень многих действительно гораздо больше, чем кажется, много денег означает опасность Или многие стесняются Такой случай тоже бывает Как это тоже бывает, да, что я там, если я заработаю много денег, я потеряю всех друзей, да, то есть, такое тоже было в моей практике, да, то есть, я останусь тогда один, потому что люди с деньгами, они всегда одни У меня, например, я вот только что поняла, есть это ограничение Я всегда стесняюсь брать деньги за то, что я делаю, там, я написала книгу, я стесняюсь ее продавать, потому что, мне кажется, это не мое, да, как я вот пишу, а тут я начинаю деньги брать Почему я должна деньги брать? Я же пишу, получаю удовольствие, а тут деньги То есть, как я могу за свое уже собственное удовольствие брать деньги Да, да, ну меня уже тут пытаются там как-то прокачивать со всех сторон, все, кому не лень, я уже так немножечко начала приходить в себя, но дается с трудом Скажи, сколько нужно приблизительно вот сессии, я понимаю, что там степень запущенности бывает разная Да, бывает разная от одного до пяти в среднем От одного до пяти, и сколько стоит такое удовольствие? Одна сессия стоит 100 евро Это сколько по времени? Это где-то приблизительно 40 минут-час 40 минут-час, да То есть, в зависимости, сколько Бывает, что нужно совместить одну сессию в две, когда ты ее просто, ну, желательно не прекращать ее, да, потому что уже идет процесс, да Вот, а бывает, что она более короткая, а следующая немножко длиннее или наоборот И поговорив с тобой, ну, 100 евро – это все-таки немаленькие деньги Видимо, за этот, за один сеанс человек уже получает какие-то свои, ну, техники, да, как он там Должен или может думать в каком-то направлении, то есть человек не просто понял, что у него какая-то в жизни жопа А человек на телесном уровне идет, это невозможно ошибиться, да, то есть если это встроилось, да, вот, то есть это новое убеждение, да, то есть человек очень хорошо это ощущает на теле обычно И он уже тогда, как бы, поправляется Да, можно при этом делать еще кинезологические тесты, это как бы, ну, тело у нас не врет, понимаешь, то есть это можно... Это что такое, расскажи Слушай, ну, это мы можем провести коротенький, да, то есть сейчас мы... Готов ли узнать пациент о себе что-то? Ну, смотри, просто вытяни руку и держи ее, да, сейчас я тебе буду ее нажимать, я сейчас просто задам пару простых вопросов, нажимать и как бы, ну, сопротивляйся мне, да, то есть не дай мне это Скажи, я Элла, ой, я Эля Элла будет сложнее Я Эля Я Таня Я Таня Почувствовала родить? Ну, как бы, да, сопротивление было... Еще раз, смотри, делай, еще раз... Я здесь Я здесь Меня здесь нет Меня здесь нет А может быть, ты просто... Еще раз? Я дадулю все время на это же еще раз, попробую еще раз, да Я женщина Я женщина Я мужчина Я мужчина Ничего себе Это такие генеалогии, это здесь никакой мистики нет вообще, просто тело знает ответ Нет На этом основан этот... лжи какой-нибудь, дефекттор жвы, да Ну вот, если Ксюша говорит правду, и она вот не качок, который вдруг вместо того ни сего меня так раз и рушит Все время одно и то же То тогда это очень действенный способ Я сейчас начну его проводить Это можно само себе проводить, да То есть это обычно на север нужно центрироваться, и твое тело на да-нет тоже само То есть ты можешь сама себе это сделать, главное Сама себе? Нет, сама себе тогда стоять на север, и да, по-моему, туда отклоняешься север назад, но я обычно людям делаю, я тебе могу потом сказать Да Ну это всем, наверное, даже интересно, как это делать То есть таким образом можно себе провести какие-то тесты, есть ли у меня ограничивающие убеждения, да, то есть есть ли у меня разрешение, например, на то, что я заработал в два раза больше, чем сейчас, да, да, нет Это вот кажется так просто, а для кого-то это может быть, ну, проблемой, да, что заработал в два раза больше Конечно, конечно, конечно То есть это же разрешение, это еще так же, как разрешение на счастье А если человек просто приходит и говорит, Ксюш, я чувствую себя несчастным, я не знаю, в чем дело, ты тогда какие тесты проводишь, и хватит ли одного сеанса, чтобы выяснить, или бывает их много вот этих вот по всем фронтам запретов? Ну, когда мне говорят, я чувствую себя плохо, и я не знаю почему, это называется уже, я не хочу никуда смотреть, да, то есть в первую очередь, что надо делать, давай разбираться, да А это идти к тебе на прием, на майн-процессинг, или идти на прием как к психиатру, психотерапевту? Если человек хочет психотерапевта, то прийти ко мне как к психиатру, и я уже направлю дальше на психотерапию Если человек хочет майн-процессинг, да, то есть могут про это все прочитать, это есть в интернете Просто он еще, может быть, не знает, что хочет его Да, это институт Анны Матари, они очень там классные, вот, то есть это тот сертификат, который у меня есть Я тренер тоже майн-процессинга, и я практик, и хилер, то есть там тата-хилинг есть в этом, ну, то есть там много всяких разных техник А про тата-хилинг я уже слышала Там регрессология, там есть очень много всего Но это все ответвление, да, то есть это не значит, что ты всем этим владеешь Это все внутри, это интегративная техника, где всего это есть Но это очень сложно, потому что я разговаривала с одной знакомой тоже психиатром или психологом, простите меня И вот тата-хилинг как раз она мне рассказывала, и я там уже запуталась, сколько там всего Это энерготерапия, в общем-то, это на энергетическом уровне, да, поэтому нужно быть, ну, может быть, немножко больше открытым Таким, как вещам, как лечение через подсознание Да, в общем, если вам интересно, это более подробно можно прочитать об этом в интернете Да, 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 это все называется майн-процессинг Майн-процессинг, Анна Матари, институт Анны Матари, там это все есть И записаться к тебе на прием, в том числе и друзьям тоже, да? В том числе и друзьям тоже, это уже так приятная сессия Достаточно мало у меня на это времени, но у меня тоже есть в Берлине несколько знакомых, которые тоже профессионально этим занимаются, которые вместе со мной проходили, это все поэтому Отлично, какие прекрасные рекомендации, какие прекрасные рекомендации, спасибо большое И скажи, пожалуйста, еще вот эти вот страшно сложные слова, которые... Акаронумерология? Да И что это еще? Когда ты еще и это успеваешь? А потом мы поговорим, когда ты успеваешь по магазинам ходить при такой загруженности Акаронумерология – это вообще моя любовь То есть я, когда сделала этот курс и сделала сертификат по Акаронумерологии Это, ну, я тренер кундалини-йоги, и, в принципе, Акаронумерология – это тоже часть кундалини, определенная йоги баджин Это тот человек, который принес кундалини-йоги в европейскую или там, ну, в нашу жизнь, да? То есть из Индии Он же принес Акаронумерологию, это, в принципе, тантрическая нумерология, где она очень простая Там высчитывается пять цифр И это число души, то есть это твое отношение с собой и те блоки, которые ты прорабатываешь Значит, число зеркала или кармы – это то, что твои контакты с внешним миром и какие там блоки Интересные вещи Есть подарок, да, число подарка – это тот подарок, который у тебя уже встроен, да, это, но есть люди, которые его или не принимают, или не распаковывают свой дар А есть те, которых несколько сразу встроены подарков на интервью Есть тесто, есть судьба и путь, да, то есть это, как бы, пять таких основных по дате рождения, он очень просто рассчитывается Я всегда, знаешь, у меня затык происходит, я ни один гороскоп не могу заказать, потому что начинают спрашивать там чуть ли не по минутам Нужно только дату рождения, то есть больше, в принципе, ничего не нужно Как так может быть? Ведь с моей датой рождения родилось очень много людей, и все такие разные Но у каждой цифры, да, то есть они связаны с десятью телами нашими, да, то есть я не буду в это углубляться, это уже кундалини-йога и тантрическая мировая Мне кажется, про кундалини-йогу мне надо сначала побольше узнать Я думала, что я делаю на коврике, это и была йога, а кундалини-йога, я так понимаю, это что-то считать нужно, что-то там оказывается Нет-нет, это кара-нумерология, где нужно что-то считать, но это как бы из той же серии И это очень просто рассчитывается, и у каждого человека все равно есть эти десять тел, да, и у каждого человека эти десять тел проявляются просто по-разному Есть сильные стороны этого тела, есть слабые стороны этой цифры И это как, ну, мне нравится, например, метафора стол с четырьмя ножками, да, вот эти вот четыре цифры И если они все в балансе, этот стол в балансе, тогда абсолютно ясно виден путь, да Ясно виден стол Ясно виден стол, мне нужно что-то вставить, абсолютно верно, Эля, ты говоришь, да И что касается кара-нумерологии, это очень прикольно, когда ко мне приходит там человек, клиент, я рассчитываю ему карту И он говорит, слушайте, теперь мне вообще понятно, вот у меня все там, например, если двойка, это негативный ум Это неплохо, да, ну, например, двойка в цифре души, да, это люди, которые видят очень много, ну, не негативного, а очень много подвохов, да, где может быть, где я могу упасть, где может что-то не так случиться, да Такие заранее они лучше перебздить, да, вот такие вот, именно такие, да, где все они говорят, нет, а вот смотри, вот это может случиться, или вот это может случиться И это тоже ресурс может быть, потому что если его сбалансировать, этот ресурс, и ко мне приходит человек, говорит, слушайте, хорошо, что вы мне это объяснили, действительно, это же мой ресурс Вот, но если я знаю уже это, что я вот это вот вижу, я могу уже, как бы, это немножко в равновесии держать, да, а то мне все говорят, типа, ты видишь только негатив, ты там тот, а ты там тот А это оказывается, да, число моей души Если его сбалансировать, этот же человек начинает видеть вдруг очень много хорошего, а не плохого, что может произойти Я бы сказала, что, по крайней мере, он знает об этом и не вдаётся в панику, когда он это видит Он знает, что, окей, это может быть, но я смотрю и на те ресурсы, или я, например, когда делаю какой-то проект, желательно, чтобы был тогда человек, который, например, с тройкой в душе Это позитивный ум, который, наоборот, может Ты меня сведёшь, Саша, с этими числами У меня только вот такой вопрос остался Это мистика в твоей жизни, или это всё-таки научно? Давайте скажем так, и да, и нет, потому что я, в общем-то, видела очень много нумерологических карт И я видела, как меняется жизнь человека после того, как он видит свою нумерологическую карту С ней надо немножко пожить, да Вот, например, очень прикольно, когда ты написала про, ты была, какую-то психологическую книжку, ты читала, да Да, и курс купила очередной, первое в голове всё, узнала про себя И вот то, что ты описываешь, это, например, очень подходит под число 11 То есть, скорее всего, он у тебя где-то есть в нумерологической карте А давай сейчас посчитаем после эфира и проверим, так это или не так Вот число, когда ты родилась? 29 Вот оно, 2 плюс 9 И вот так вот, прямо у вас, перед глазами, мы доказали, что это никакая не мистика Нет, подожди, я знаешь, я знаю, что по этому поводу сказать, вот абсолютно точно знаю Это будет мистика и какое-то, я не знаю, околонаучное блуждение Если у человека нет достаточной подготовки Так как ты специалист, так как ты всю жизнь училась и практика у тебя всю жизнь большая в терапии, в психологии То есть, ты это действительно легло на правильную почву подготовленную Да, мне тоже так кажется, поэтому я говорю, что есть ипостаси Поэтому ты можешь это правильно интерпретировать Да, есть разные ипостаси Конечно, конечно, а если это просто там, ну, условно скажем, я всех люблю называть кухарками и себя в том числе Начинают говорить, а я сейчас начну вот это интерпретировать, не факт, что будет такой же хороший результат Конечно Вот, так что мы опять-таки подводим итоги, что профессионализм в нашей жизни Это главное Не пропьешь Это все, да, да, да Кстати, вот пропьешь насчет кундалини йога, меня так-то вот оно там и тормознуло Один из твоих курсов я хотела записаться, кстати, расскажи коротко, вот буквально у нас еще пять минут есть Есть еще Что это за курсы, как туда записаться, когда вы планируете следующие, что они дают И еще раз, мне, пожалуйста, лично, почему нельзя пить во время этих курсов? Этот курс был вместе с моим учителем, с моим тренером Галиной Гапон Это кундалини-тренер, психолог тоже И вообще очень классная женщина, я ее очень люблю Вы так много путешествовали вместе Да, мы вместе очень много путешествовали Это мой учитель кундалини, у которого я делала своего тренера И вообще она очень мудрая, очень классная женщина Если ты насмотришь, галочка большой, привет И здесь мы делали, она делала кундалини-практики У меня была часть аюровидическое питание, детокс и даосские женские практики Да, мы тут разделили И был курс, по моему мнению, удался шикарно То есть я постила отзывы девчонок То есть кроме похудания, там было целое большое количество плюшек Ну и вообще девчонки получили много драйва И, по моему мнению, это самое главное в жизни, да, это фан Но если женщина худеет, она уже вообще начинает больше наслаждаться жизнью А тут она еще что-то больше узнала Получила так кусочек майнд-процессинга, я так понимаю Конечно, да В позитив там все пошли И вы планируете это снова сделать? Да, мы планируем Обязательно в этом формате будет 100% То есть я не знаю, когда, но он обязательно будет Как говорится, следите за анонсами И вообще кундалини-йога – это абсолютно потрясающая телесная терапия Для меня там нет ничего мистического в кундалини-йоге Слушай, ну а что это? Потому что мы делаем постоянно Ну там вот, не знаю, встреча солнца Собака какая-то там хвостом вперед-назад Я не знаю, не помню Это то же самое или это все-таки другое? Нет, это другие вещи То есть там есть, естественно, какие-то определенные практики Какие-то определенные упражнения Но кундалини – это про Для меня это была дорога к своему телу То есть ощущение себя Где я испытываю эмоции Как я их проживаю Контейнеров не этих эмоций Для того, чтобы Контейнер И для того, чтобы научиться смотреть Как волна эмоций приходит Как она разбивается и как уходит То есть вот этот вот наблюдатель То есть осознанность Потому что это то, что главное Что нам нужно сейчас в жизни Всегда, а особенно сейчас То есть не обязательно это с ногой за шеей сидеть Это вообще не про это Это вообще не про это Это исключительно телесная терапия Это очень крутая телесная терапия И сейчас, когда приходят пациенты Со страховыми состояниями Со свежими страховыми состояниями Обычно это пациентки Свежайших сейчас уже не дождь Живешься уже почти два года Ну я имею в виду У которых страховое состояние Вот только начались Там два, три, четыре месяца Бедняжки И если это пациенты Которые хоть какое-то имеют представление О кундалини, йоге Хоть как-то встречались То есть чаще всего все-таки это женщины Я говорю, что окей Давайте, смотрите, я вам дам один комплекс То есть против тревожности Есть в кундалини Чудесный комплекс против тревожности Сколько по времени И как часто Он занимает По времени занимает Где-то час Час пятнадцать, по-моему Он там, ну какой-то такой Вот И Долго Час Ну И его надо поделать В течение недели Каждый день Люди приходят ко мне Через две недели И говорят Доктор, а так можно было? Я хожу тут полгода С этими страхами состояниями А я тут две недели Поделываю в час в день Планки И как рукой снял В планке Там такой комплекс А вот теперь понимаю Что есть в этом смысл Очень даже серьезный В планке там не забалуешь Не забалуешь, да Слушай, ну и про баловство В нашей жизни Большое тебе спасибо за все Я надеюсь, что получили Очень много советов Ну и я сейчас сразу Главное удовольствие и драйв Удовольствие и драйв Это вообще наше все Ну теперь таки надо узнать Что за кундалини йога такая Вот чем я предлагаю заняться И почитать об этом Задавать вопросы Вы можете прямо сейчас Потому что у нас осталось Совсем немного времени Мы постараемся ответить А я пока задаю Или можно задать вопросы Потом тоже Ну потом естественно тоже Но если вы прямо сейчас Лайф-лайф хотите вопросы Вот прямо сейчас задавайте Потому что я при всем желании Пытаюсь как бы все Все суммировать Что меня когда-то спрашивали И просили передать Но я все равно не могу Объять необъятно Да, да, да И все запомнить А записывать я уже Вообще перестала что-либо Вот И поэтому Скажи, пожалуйста Я помню вопрос Как часто ты сама Разговариваешь с растениями Но я думаю Про кундалини йогу Вопрос этот Отпал В йоге ты Разговариваешь с растениями Разговариваешь с растениями С домашними животными Да, да, да Вопрос все-таки Про одежду У нас еще не отпало Его мы затронули вскользь там в начале Для меня Вообще люди ярко одевающиеся И ярко вот себя так презентирующие Это все-таки люди А, позитивные Б, которые не боятся Привлечь к себе внимание Да И это все как бы про тебя А есть ли тут вот такая доля От того, что я пытаюсь Может быть тоже как-то Вот компенсировать страхи И поэтому ярко одеваюсь Или так не бывает в психологии Естественно, бывает В психологии бывает все Естественно, как это Очень часто люди компенсируют И страх, и стеснение Тем, что они наоборот Идут в конфликт сразу же Да, то есть Не дай бог это прочувствовать Но тут Нужна работа С собственной уязвимостью Которая, как мы знаем Наша сила Да Наша сила Может быть в нашей стране Когда мы садимся здесь На этот диван И идем вот туда Вот это тоже Принятие какой-то Своей уязвимости Потому что мы выходим На арену с тобой Ну тут один такой глазик Только за нами наблюдает А вот если бы там сидела Большая Большой зрительный зал Было бы еще больше Разговор бы Может быть был Совсем по-другому Конечно Да, может быть Вот так вот сидели Может быть Да, да Никто не знает А вот Как ты научилась Так красиво одеваться Неожиданный вопрос Задаю тебе И где Как вот в это время Ты умудряешься Или это все Старые запасы Которые были сделаны Пока мы могли ходить По магазинам Я думаю Что я не открою секрет Что с моим гардеробом Может одеваться Толпа женщин Всю жизнь И как бы это Это мое Я бы сказала Место уязвимости Мое слабое звено Так ты себе все позволяешь Но это настолько в кайф И я настолько это люблю Вот И это Мой способ Любить себя Ну я думаю Это у многих женщин Такой же способ Любить себя Но не у всех Так хорошо получается Спасибо большое Ладно А я тебе не скажу Спасибо Ты нам не говоришь Адреса и явки Куда идти Ладно Пускай это останется Твоей маленькой тайной И да И за кадром Мы будем просто Наслаждаться И смотреть И пытаться Может быть даже повторить Ладно Девочки Мальчики Кто нас смотрит Я сейчас Делаю опять свою пробежку Компьютером Как вы знаете Именно там я читаю Ваши вопросы Потому что боюсь Здесь нажать И куда-то И куда-то пропадем Мы сразу с экрана Сейчас В любом случае Большое спасибо Всем Кто нас смотрел Или будет смотреть Запись Запись же будет Да Конечно Запись всегда Появляется в фейсбуке А потом еще Я перевожу все На свой ютуб канал И там ее можно Смотреть Сколько угодно И все под тем же Хэштегом Never be alone in Berlin Кстати Про это я всегда Забываю сказать Что на ютубе Есть все выпуски Так Ну что Здесь у нас вопросы Ирочка Рейман пишет Как же замечательно Что психиатр Говорит о телесных практиках А не только о таблетках О таблетках Мы сегодня вообще Вообще не говорили Надо сказать Я-то все просила Волшебную таблеточку Но так и понимаешь Что не дал мне никто Я как раз Отношусь к тем психиатрам Который сначала Начинает с малой альтерели А потом уже Как бы если уже Естественно Есть ситуации Когда без таблетки Невозможно И я их естественно Назначаю И у меня легкая рука Надо сказать С таблетками И я стараюсь Как можно быстрее Их тогда убрать Когда уже человек Плотно в психотерапии Или я вижу Что человек уже может Со своими эмоциями Ну они уже приручены Я это называю Прирученные эмоции Тогда убираем таблетки Тогда убираем таблетки И продолжаем кундалинить Или доосить Сейчас ты будешь смириться Те вопросы Которые нам задали Девчонки Вы специально так ярко И по летнему оделись? Конечно специально Мы же радовать хотели Мы всегда так делаем Мы вообще всегда так делаем Всегда по летнему Или вон раза четыре Переоделась Пока Ну и эти все Четыре раза были по летнему Да Все четыре раза Так Дальше вопросы В том же ключе Первый вопрос Где берут такие кофточки? Мы на него уже не ответили Второй вопрос Что кто служит вдохновением На разноцветный маникюр И много колец У меня маникюр От Пергюнта Айдингера На пользу Акгари Сталинса А у Ксении Я думаю ты сразу понимаешь От кого поступил этот вопрос От вашей любимой Жук Наташи И теперь вот отвечай Пожалуйста Значит все свои Обычно украшалки Я привожу Из моих До пандемии Многочисленных поездок По Таиландам Индиям Бирмам И Ижесними То есть я В Катманду Мой любимый город Что касается Покупки Украшалок А я туда еще не доехала Это просто Там нужно День на то Чтобы все эти Ювелирные лавки Обойти Так все таки Вот один адрес Мы узнали Куда стоит Катманду Катманду Девочки И так весело Я жу Я передвигаюсь В Катманду Со скоростью 300 евро в час Приблизительно А я думала Там вообще такие суммы Можно жить Не один час А год Ну ювелирка тоже Она везде Как бы тебе ее там Совсем бесплатно Не отдадут Естественно Это гораздо дешевле Чем Европа Но тем не менее Но тем не менее Я причем даже узнаю Какие-то вещи Ну вот в смысле Не то что я именно Такое видела Но понимаю Что вот Ну вот это в любом случае Это Катманду Да С Ганешем Ну вот это кольцо тоже Это Уммани Под мой хумс Ну то есть как бы я Это безумно красиво И я вот опять говорю Это безумно красиво на тебе Вот я бы не уверена Вот что я так смогла бы Все это сочетать И очень весело Когда ты понимаешь Что где-то ты был В тех же самых местах Да так Ты у меня увидела В прихожей статуэтку И сказала Это из Бирмы Это из Бирмы Да То есть мы Я тоже считаю Что надо покупать Вот не просто все подряд Да где-то что-то А это еще же классно Когда это память Когда это напоминание О тех местах О тех эмоциях И вот тогда Это еще дополнительно Не только Это не обязательно Дорого должно быть То есть Я например Очень люблю эти четки Они были куплены В берманском храме По-моему Я не знаю За сколько центов Да Но как-то они Не очень прижились И я их Практически не снимаю Прям люблю-люблю А сейчас мы пойдем К моей сокровищеснице Всяких засушенных косточек Нанизанных на веревочки Которые я тоже покупала За сколько-то центов Везде Но так и не поняла Что с ними Дальше делать Так что мне сегодня Повезло Мы пойдем Разбираться Разбираться С украшениями Ну и может быть Еще и цифры посчитаем А вы пожалуйста Если вам нужна Личная консультация Или просто вопрос Номерология Я тоже рассчитываю Как бы это тоже В принципе можно Это можно даже По онлайн Опять-таки Для очень тревожных людей Кто старается Никуда не ходить Для этого мне нужно В принципе Дату рождения Ну вот Ладно За 50 евро Сделаю С консультацией Вместе Короткой И обычно Я сначала Рассчитываю И присылаю Это Ну в письменном виде Чтобы человек Мог почитать И пожить с этим Да То есть этими цифрами А и в то же время Понять Что ты еще Не зная его Уже составила Его характеристику Потому что Если например Со мной сначала Общаются А потом пишут Я думаю Ну это же понятно Все про меня было Ты понимаешь Там нисколько Я нисколько Пишу характеристику Человека Сколько я говорю Что вот у тебя Такое-то число В душе И это может означать Такие-то плюсы Такие-то минусы Да То есть это Обычно минусы Это то Какие блоки у тебя Да То есть например Да То есть если вот Брать твою цифру Это очень классная 11 цифр Это вообще все тела Да Но в ней Плюс один Но в ней есть Как бы большая Заглазка в том Что это люди Которые все и ничего Да То есть они Очень часто Разбрасываются Потому что Они вообще не могут понять Кто я На самом деле Золотые слова И очень печальные Да Мастера и очень Люди Которые очень хорошо Визуализируют И у меня кстати Есть такое ощущение Что я живу для кого-то И причем Это даже не семья Имеется в виду А для вот так Окружения Почему-то мне очень нравится Это всегда лидеры Помогать Это всегда помощники Это всегда энергетические доноры Это всегда очень круто Но это очень часто бывает Они очень много могут Очень сильный потенциал Не для себя Я поняла Большое тебе спасибо Прямо очень большое удовольствие Получила Надеюсь Ты тоже И я получила Очень большое удовольствие Я надеюсь Что все Кто будет смотреть Тоже это удовольствие Получил Мы наконец ответим на все вопросы Ответим, но, конечно, как говорится Личную консультацию Ничего не может заменить Всем спасибо Всем желаем здоровья Физического, ментального Духовного всего И оставайтесь с нами